Редактор субтитров А.Семкин Плинио Фернандо и другие, мы собрались здесь, чтобы почтить память ушедшего друга, примерного служащего, исполнительного, скромного, верного, смиренного, покорного. Авторы сценария Пьера де Бернарди, Александро Бенчевени, Доминика Саверни, Нерри Паренти, Пауло Виладжо. Оператор Александро де Эва. Он был бесцветный, угодливый, склонный к рабскому подчинению и самопожертвованию. Одним словом, истинная посредственность. Композитор Бруно Цамбрини, но в то же время лучший из всех нас. Он тянул лямку в качестве предпоследней спицы в колесе в бюро лести. Я помню тот день, когда мы вместе ушли на пенсию. Поспешите, уже поздно. Не видите, молодые ждут. Давайте, скорее! Закругляйтесь, закругляйтесь. Да. Одним словом, мы никогда тебя не забудем, дорогой, дорогой, дорогой режиссер Нерри Паренти. Как же его звали? Откуда мне знать? Дорогой, кто-нибудь посмотрите имя на крышке гроба. Да, сейчас. Живо, живо. Итак, его звали, его звали... Фанелли. Мы никогда тебя не забудем. Фанелли. Этого тоже хороним. Нет, сеньора священник, я еще не готов. А раз не готовы, вставайте, помогите, скорее. Давайте поднимем, скорее. Живей, живей. Так, поднимаем. Аккуратно. Нет, ручки не трогать, они для красоты. На плечи, на плечи, поднимайте живо. Живо. Поздравляю, сеньорина. Соболезную. Поздравляю. Соболезную. Поздравляю. Соболезную. Поздравляю Соболезную Поздравляю от всей души От всей души соболезную Еще один из нас ушел из жизни А сколько лет было этому Фанели? Приблизительно нашего возраста Мы все сверстники Сверстники это вы С вашего позволения между вами и мной Целое поколение Надо признать, саньярина Сильвани Юная пенсионерка Но кто знает, какой уровень холестерина был у этого сверстника И может, высокое давление Никто не знает Фантоци, пойдите и спросите у вдовы Простите, но почему не я? Вы самое заинтересованное лицо Рискуете больше всех Это касается всех нас Секунду Идите Простите Синьора, я убит горем Но, чтобы лучше его помнить Какое у него было давление? За 200 За 200 За 200 У меня 160 Синьора, простите А холестерин? За 600 За 600 Тогда понятно Понятно Простите Соболезную От всей души Соболезную Соболезную Ладно, ребята Увидимся Простите А где вас можно увидеть? На очередных похоронах Кто знает Кому выпадет Только не мне Вот послушайте 30-35 километров На велосипеде Бодрящий Гидромассаж А на обед Вкусный сок Сельдере И моркови Только не мне Только не мне Но Смотрите У вас упало Вперед Ух Аааа Ааа Ааа О, Боже! Но, разве в гробу не вы? Ну что вы, почему? Ведь я даже написал, вот, несколько слов именно для вас. Ладно, я прочту дома. Хотите, я сохраню, но потом. Нет, нет, благодарю вас. Как хотите. Больше никого нет, идем. Никакого почтения. Даже к смерти. Им на все наплевать. Встают в полдень. Потом сосут аперитив. Обедают у мамочки. Потом на боковую. И кувыркаются с этими девицами. Груди торчат. С ума можно сойти. А потом везут их в бар, как охотничий трофей. А мы, несчастные, осуждены на пустую серую жизнь. Ни грудей, ни трофеев. Они не работают. А откуда деньги на Порше и роскошь? Вы что, смеетесь? Наркотики. Котики. Грабления. Ограбления. Да я бы для них репрессии снова бы вел смертную казнь. Для всех. Репрессии. Смертную казнь для всех. Правильно, бухгалтер. И пытки тоже. Пытки за ограбление. Простите, бухгалтер. А вы пошли бы на ограбление? Это ограбление. Не двигаться, или мой друг вышибет вам мозги. Смотрите и учитесь. Сигнализацию не трогать. Не знаю, смогу ли я все это произнести. Ладно, не волнуйтесь. Это сделаю я. Никому не двигаться, или мой друг вышибет вам мозги. Как? Я должен вышибеть? Бросьте, это так просто. Как я могу? И кем из двоих я буду? Вон тем, в красном капюшоне. Нет, лучше в белом. Хотите в белом? В белом. Это кудача. Хорошо, вы в белом. Хватит. Его изрешетили. Вы сами выбрали, Фантоци. Да, но... И до конца жизни будешь сидеть в тюрьме. А если нас застукают? Не волнуйтесь. Я все рассчитал. Первым делом маскировка. Для отвода глаз они взяли с собой Угу, внучку Фантоци. Отлично. Вот и продавец. Добрый день. Добрый день. Знаете, мы хотим развлечь малышку. Это моя внучка. Нам нужны карнавальные маски. Нет, она без маски, вы не думайте. Да, одна ему, а другая нет. Пожалуйста, пройдите туда. Угу, подожди меня здесь. Да. Идемте, Фантоци. Тут такой выбор. Отличные вещи. Со вкусом. А вот и маски. Смотрите, что скажете. Сомневаетесь? Они не страшные. Скажем честно, мы уже люди пожилые, так что... Нет. Но когда же будет страшно? Дедушка! Фантоци, вы что, не видите? Это же ваша обезья, ваша бабуин. Моя внучка. Да, внучка. Но вы вырядили ее в эту шкуру обезьяны, так что... Нет, нет. Это... Это такой хлопок. Хлопок. Да. Знаете, знаете, что мы сделаем? Это чтобы... Да. ...будет меня охранять. Конечно. Я ее прикрою, то есть надену эту красивую маску. Вот так будет лучше. Да. Да, так гораздо лучше. Лучше, да. Знаете, Фантоци, по-моему, эти маски слишком заметны. Вот там другие. Пойдемте. Пойдемте. Идемте. Вот видите? По-моему, эти симпатичнее. Удобнее. Смотрите. Можно дышать, и потом они солиднее. Зачем это? Бухгалтер, вы готовы пойти на дело? Всегда готов. Тогда ко мне. Выбирайте оружие. Филими купил за бешеные деньги стартовый пистолет с фотофинишем. Фантоци, реактивную пушку, списанную с теплохода Дуильо. Как хорошо, как хорошо. Когда есть дело, мне хочется... Прямо хочется, знаете, вот так. Заткните ее за пояс. За пояс. Кого? Пушку за пояс. Я не так понял. Скажите. Да. Какой банк берем? Доверьтесь мне. Не хочется брать тот, что в моем доме украду, у себя последние деньги. Не волнуйтесь, я все продумал. И куда едем? Это сюрприз. А вот и сюрприз. Мега... Мега... Мега фирма. Да. Возьмем внутренний банк, согласны? У меня... Сленки текут. Идеальный объект. Мы проработали здесь 40 лет. Знаем все, как свои пять пальцев. И так приятно ограбить того, кто 40 лет сосал из нас кровь. Согласны? Я, пожалуй, пас. Почему? Меня... Меня как-то мутит. Ну, нет. К тому же, сегодня зарплата. Куча денег. Идемте на вход. Вперед. На вход. Мы вдвоем. Стоянка запрещена. Нас оштрафуют. Шкуру сдерут. Не будьте жмотом. Мы же разбогатеем. А вас волнует штраф? Вперед. Нет, нет, нет. Бухгалтер, вы за рулем. Не закрывайте дверцу. Так проще скрыться. Вперед. Значит, оставить открытой. Смотрите, бухгалтер, смотрите. А вот и машина с обедом. Да. Но они мне... Ладно. Что? Ее тоже ограбим. Нет. Это прикрытие. Сейчас объясню. Мы потихоньку. Доставка обедов. Бухгалтер Фонтоци, нашли время кувыркаться. Мы идем на ограбление. Я немного волнуюсь. А на вас это не действует? Снова здесь. Подумай только. Мы ведь провели здесь всю жизнь. Смотрите. Что? Бюро находок. Бросьте, Фонтоци. Идемте. Шевелитесь. Мое бюро. Каждое утро. Вы приходили ко мне на кофе. Бюро бедствия. Идемте. Поразительно. Да бросьте вы, Фонтоци. Что за дешевый романтизм? Мы идем на ограбление. Вперед. Вперед. Послушайте. Да. Хоть одним глазком взглянуть. Опять. Жальтесь. Ладно. Так. Вот они. Видите, все как раньше. Банк. Вперед. Вперед. Смотреть в оба. В оба? К стене. Прижмитесь к стене. Фонтоци, в чем дело? Я прижался. Живо. Мы идем на дело. Вперед. Вперед. Теперь не маскируемся за оружие и ворвемся вместе. Ворвемся? Нет. По одному. Видите, что там написано? По одному. Так что проехали. Вперед. Что значит проехали? Переходим на план Б. Хорошо. Делаем Б. Делаю Б. Делайте Б. Готово. Что? Делаю Б. Что такое? Буква Б. Да нет. Не надо ее изображать. Не надо. План Б. Это вы вперед, а я жду здесь. Оружие заряжено? Пушка за поясом. Пушка за поясом. Вперед. Врываетесь. 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 Как дикий зверь. Врываетесь. Врываетесь. Кнопка. Кнопка. Врываетесь. 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 Добрый день. Кто это? Добрый день. У вас металлические предметы. У кого? У меня ничего нет. У вас металлические предметы. Да нет, клянусь. Не хитрите. У вас металлические предметы. Ну, всего-то один. Хватит. Да, у меня ничего нет, смотрите. На помощь! На помощь! На помощь, помогите мне! Чтобы не бросаться в глаза, прицеплю нос. Нос. Руки вверх! Руки вверх! Это ограбление! Всем лечь, а то он вышибет вам мозги. Все, кто не ляжет, останутся без мозгов. Фантоци, нет. Вы вышибаете мозги. Успокойтесь, спокойно. Я не хочу кровопролития. Вы ложитесь, а вы соберите все деньги и выложите их. Иначе он вышибет вам мозги. Нет, погодите, простите. Ведь это должен был сказать я. Ах вы? Да. Так не тяните резину. Или ложитесь и спите, или продолжайте грабить. Так, грабить. Продолжать? Продолжайте грабить. Живо, Фантоци. Как? Как продолжать? Вы не захватили чемодан? Пакеты для денег. У вас есть пакет? Директор, у нас нет пакета. Пакета нет? Ничего, я найду. Вот второй. Возьмите. Два. А теперь, господа, нас закроют в подвале, так что всем в подвал. Вперед за мной. Живо в подвал. Скорее. Живо, живо. Все спускаемся в подвал. Фантоци, Фантоци. В подвал. Нет, нет, не вы. Вас это не касается. Фантоци, где вы? В подвале. Закрывайте, закрывайте. Откройте. Откройте. Рука. Рука. Что? Руку прищемило. Ничего. Ничего. Та же рука. Та же рука. Идемте. Идемте. Простите, офицер. У меня к вам вопрос. Конечно. Мне нужна кольцевая дорога. Салария. Хайвей на Флоренцию. Бухгалтер, скорей. Да я здесь. Трогайте живо. Жмите на газ. На газ жму. Бухгалтер, где вы? Здесь. Садимся в эту. Да, но нет, поведу я. Да. Я вам, конечно, доверяю, но вы почти слепой. Как слепой? Давайте быстрее. Сняли руль. Руля нет. Нам повезло, бухгалтер. Тут еще один. Поведу я. Нет. Эй, Джо, помедленнее не гони. Повнимательнее, прошу вас. Не отвлекайте меня в такой туман, это опасно. Но, но, простите, какой туман? Осторожно. О, я порезался. Прямо на нас. Да, на нас. Грузовик. Какой грузовик? Черт, фантоцци. Вы что, хотите аварии? Нет. Отпустите руль. Какой ты, сеньор? Тормозите. Не говорите глупости, и за нами гонятся. Тормозите. Хотите, чтобы нас взяли? Грузовик, тормозите. Вы видели? Что? Как что? Потом объясню. Гоните скорее. Вот видите, все как по маслу. Да, но парковка не очень. Не думайте вы о пустом. Пора выбросить оружие. Бухгалтер, мы разбогатели. Через десять минут будем дома, разделим добычу. Едем. Я бы еще, черт, камни под ногами. КОНЕЦ Прошу. Феллини, фантоцци. Надже. Дорогие подчиненные, садитесь. Простите. Это был галактический мегапрезидент собственной персоны, герцог-граф Мария Рита Виторио Барамбани. Мегадиректор. Добрый день, дорогие подчиненные. Добрый день. Как вы посмели ограбить фирму, которая столько лет любовно выжимала из вас все соки? Именно поэтому мы и хотели отчасти взять свое. Но как вы нас обнаружили? У нас были даже приставные носы. И вы думали, что такая операция возможна без нашей помощи и нашего согласия? Нет, ни в коем случае. Он нам помог. Простите, светлейший, а зачем вы это сделали? Чтобы вы испытали незабываемые чувства. Но довольно. Добычу на стол. Добычу. Я понял, вы вернете эти деньги в банк фирмы? Ни в коем случае. Виновные останутся в тени. А фирма получит страховку. Но светлейший, а добыча? Она пойдет на мои личные прихоти. Полностью? Простите, хоть раз в жизни можно уступить нам 50%? Все-таки мы принимали участие? Нет. Я иду на это ради вас, дражайшие подчиненные. Деньги – это удел богатых. Вам просто не дано их сохранить. Найдется какой-нибудь жулик, так и хватает. Потратите их на какую-нибудь девицу. А эти... Простите, если вам... Нет, 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 это я так сболтнул. Ваша жизнь была бы загублена. Скажите мне спасибо. Я оказал вам большую услугу. Филиппо. Подчиненные выходят. Фуга, Пина, 40 лет в браке. Фуга, Пина, помаши папе ручкой. Скорей. Очень жаль, Бонго, что тебя не будет. У нас такой веселый праздник. Но я понимаю, гориллы работают вне графика. Не гориллы, а телохранители. Прости, Марианджело, ты абсолютно права. Пока. Пока. Пока-пока. А вот и папа. Привет, папа. Погасим свет. Вот увидишь, папе понравится этот милый сюрприз. Идем. В чем дело? Подключили свет? Черт побери. Сегодня среда, матч на кубок. Где он? Где пульт? Где он, этот пульт? Вот он. Раз, два, три. Сюрприз. Прочь. Что это? Все прочь. Среда, кубок, полная тишина. На 90 минут, чтобы и муха не пролетела. Женщины на кухню. Спагетти, чеснок, оливковое масло, красный перец, ледяное пиво и полная отрыжка. Живо. Но у нас запеканка тортеллини. Пусть тебе запекается. Но у нас годовщина свадьбы. Именно сегодня, в среду, когда кубок. Благословенная среда, единственная отрада в моей жизни. Все-таки 40 лет. Ну, как, 40, 40 лет? Бабушка, на 40 лет это золотая свадьба. Дерьмовая свадьба. Марианджело, возвращайся домой. Не хочу я отмечать эту годовщину. Но, Пина, 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 ты стала такая обидчивая. Я просто, просто пошутил. Давай, давай отметим. Отметим обязательно. А футбол? Футбол класс. Такая игра. Нет, я хочу сказать, бог с ним. Спасибо, Уго. Отключу звук. Уго. Уго. Задоем свечи. Сейчас. Гоу. Сетку. Красно-черно покраснеть и почернеть. Красно-черно покраснеть и почернеть. Уго. Ну вот. Папа, Уго посвящает вам прекрасное стихотворение. Давай, иди. Красно-черным покраснеть и почернеть. Можно прочесть, дедушка? Да, давай. Красно-черный, Милан. Бабушка и дедушка, с любовью отмечаем. Великое событие, мы в вас души не чаем. В квартире вашей его отмечаем. Для вас она большая, а мы не замечаем. А вы примите нас, мы позаботимся о вас. Побыстрее только, а то не будет толка. И заживем одной, одной веселой семьей. Это же не Конго. Уго, мама, вы и Бонго. Ну вот. Ну уже. Ты слышал, Уго? Да, да, слышал, я не глухой. И тебя устраивает? Да, вполне, вполне, вполне. Мы уже отметили, уходите, все. Значит, ты согласен. Они переедут к нам. На все согласен, уходите. Спасибо, дедушка. Шведов мы в гробу видали. Вот так, вот так. Фантоци остался один и стал болеть, как самый ярый болельщик. Удар, гол! На третий гол он изобразил волну. Вот так. А потом пошло местное хулиганство. Страфной удар. Наконец, он взглянул на послание. Уго, мама, вы и Бонго. Бонго. Кто это собирается здесь жить? Наша дочь своей семьей их водворяют, они же говорили. Но они будут жить здесь. А где же еще Уго? Под мостом? Что ты? Да, пусть, хоть под мостом. И потом, ты не знаешь, надо просто спасать их брак. То есть, что это значит? У Бонго столько забот, что Марианджело забыла про половую жизнь. Как? Но... Марианджело... Так у нее половая жизнь есть. Конечно, раз родилась Угина. Ты все еще видишь в ней девочку, Уго. А она полноценная женщина. Знаешь, она даже мне призналась. Уже полгода Бонго к ней не притрагивается. Чушь. Чепуха. Да, эти животные... Нет, я хочу сказать, он... Он... Воспламеняется каждые полгода. Нет, я знаю, я видел передачу сеньора Анджели. Горилла в тумане. Уго, ты уже сказал ей да. Это вы вынудили сказать да. Потому что в среду игры на кубок. В среду я теряю голову. Среда на кубок. Среда кубок на среду. На среду в кубок среда. А теперь успокойся и подумай. Послушай, мы уже не молодые. Не дай бог, что-нибудь с нами случится. Нам нужна помощь, уход. Лучшего подарка и придумать нельзя. Переехать к нам? Конечно. И они нам совсем не помешают. Поместим их в гостиной и слышать ничего не будем. Поверь. Кина! Кина! Землетрясение. Был толчок. Тихо, девочку разбудишь. Что? Что это такое? Унгина, внучка, я прикрою тебя. Прохладно. Нет, нормально. А почему она должна быть здесь? У нас, в кровати. Ну не там же, слышишь? Ну, пина, они совокупляются. Как совокупляются? Совокупляются. Ого занимаются любовью. 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 Это называется заниматься любовью? Мы спасли им брак. Бонго вышел из кризиса. Но, знаешь, боюсь, что соседи не поймут. Соседи, такие дикие звуки, просто рёв слона. Страшно просто. Упали. Боже. Ого. Я так и знала. Там так мало места. Давай... Давай уступим им нашу спальню. Кому? Молодым. Как это? Ну, зачем нам теперь эта огромная кровать? Пина, не дразни меня. Пина, не доставай. Не будь здесь этой бабу... Моей внучке, прости. Да? Да я бы расколол тебя, как орех. Ловлю тебя на слово, Ого. Спальню не уступим, но поклянись, что хотя бы два раза в неделю будешь исполнять свой супружеский долг. Два. Два. Согласен. Ладно. Спальню им отдадим. Дедушка! Дедушка! Кто? Кто это? Проводи меня пописать. Одна я боюсь. Я тоже боюсь. Ну, ладно, ладно. Идем. Дай мне лапку, то есть руку. Идем, идем. Идем. Без поводка. Все-таки ночь. Идем. Ночью не обязательно. Можно не лаять. Дедушка. Вот так. Вот так. Там удобно. Дедушка! Бабушка! Бабушка! Иду, иду. Что случилось? Что, внученька? Дедушка закрыл дверь. Он плохой. Он плохой. Видеть его не хочу. Не плачь, моя радость. Не плачь. Дедушка закрыл дверь. Дедушка плохой. Дедушка плохой. Знаешь, что это значит, папа? Подсознательно ты не хочешь, чтобы мы были здесь. Так и скажи, и мы сразу уйдем. Даже в шутку так не говорим, моя Анжела. Папа очень рад, что вы с нами. Ужасно рад. Просто страшно рад. Уго, стой! Что такое? Чудесный сюрприз. Они уехали? Нет, нет, просто новость. Закрой глаза, не смотри. Проходи. Закрой дверь. Закрываю. На счет три можно открыть глаза. Да. Итак. Раз, два, три. Что это? Просто вешалка, Уго. Ах, вешалка. Повешу пиджачок вот так. Ого, ты только посмотри. Смотрю. Пиня, что тут происходит? Ничего, Уго. Просто необычное оформление. Один дизайнер, знаешь, кузен Бонго. Для нас тоже много приятного здесь. Вот спальный уголок. Поверь, Уго, очень-очень удобно. Если угодно, примитивизм. Наивное искусство. Оно отражает корни Бонго. Черт возьми, а где наши корни? Где моя мебель? К счастью, ее забрал старьевщик. И мое кресло тоже. Боже. А мой диплом бухгалтера. Даже... Даже... Шпальный гарнитур. Мне объяснили, что это было ужасно, Уго. Когда вы носили, я присмотрелась. Старье. Дешевка. Ведь мы купили его в 54-м. Помнишь? В 54-м. В 54-м. Некрасивый. И только потому, что в рассрочку. А моя кровать, где она сейчас? Прости, Уго. Да нет. Не в этом дело. Мы с тобой прожили жизнь на этой... Нет. Ничего, Пина, не надо. Не надо. А знаешь, если присмотреться, тут видна лапа. То есть, рука отменного дизайнера. Такой, знаешь ли, необычный стиль. Вот, например... Кто это? Что это? Кто? А... Постель, да. Зато легкая, проветривается. Удобно. Сейчас я в нее... Плюхнусь! Боже! Легкая! Ты ушибся? Подожди. Жду. Вставай. Давай. Мама, я ухожу. Папа, нравится? Через выч... Ой, на. Очень. Кстати, пенсию получил? Да. Утром. Пока вы тут. Хорошо. Мама уже знает. Надо заплатить старьевщику. Как? Это мы должны платить ему? Конечно. Думаешь, он вывез этот хлам бесплатно? Хлам? Пришлось уговаривать. И надо заплатить продавцу фруктов. Вечером у нас банан. Прием. Банан. Прием? Праздник. Да. Торжественное открытие с друзьями Бонго. Ты довольна, Фина? Еще бы. Нас так давно никуда не приглашали, Уго. Банан прием. Не сердись, Уго, сам знаешь. Молодым лучше без стариков. Каких стариков? Нет. Я хочу сказать, у них своя компания. Одного я не пойму. Зачем нас пригласили? Ты приоделась, такая элегантная. Вот что я скажу тебе, Пина. Вечером ты была очень даже ничего. В общем, красивая. А нас выставили без всяких... Сколько вообще может продолжать этот банан-прием? Как ты думаешь? Не знаю. Всю ночь? Возможно. По их милости мы провели ужасную ночь, а ты несешь им рогалики с кремом. Еще горячие, Уго. Она так их любит. Горячие. Их чемоданы, они уезжают. Уезжают. На самом деле, Уго, чемоданы наши. Наши? Плевать. Пусть забирают. Пусть убираются со своим барахлом. Катятся. Куда подальше. Я снова займу свою квартиру. Похоже, нечаянно закрыли на засов. Сеньор? Бонго? Бонго. Марианжела, открой, пожалуйста. Кто там? Как это кто? Мы? Кто мы? Твой отец и мать. Доченька, мы принесли тебе рогалики с кремом. Открой. Увы, не могу. Бонго сказал, так дальше жить нельзя. Это унижает и нас, и вас. В избежание некрасивых сцен кто-то должен выехать отсюда. Вы поняли? Поняли. Вы. Нет, вы. Какая вам разница? Мы только начинаем жить, а вы уже на пенсии. Но это наша квартира. Вот именно. Подожди. Сейчас. Откроет, надо полагать. Это счет на квартплату. Стыдно, Марианжела. Нельзя так с папой. Сейчас же открой. Ясно? Пина, не унижайся. Она мне больше не обезьяна. Эээ, не дочь. Нет, Уго, ты правильно сказал. Обезьяна. Обезьяна. И не смей нас навещать. Не смей навещать. Когда твоей матери больше не бу... То есть, когда нас больше не будет, тебе останутся только угрызения совести. Пина, чемоданы. Да, Уго, прости. Возьми. Да. О, рогалики, я сам съем. Все съем. Аппетитные рогалики. А знаешь, знаешь, мне все это до лампочки. Пина, ты их взяла? Папа! Мама! Да? Рогалики. Рогалики. Сдается великолепная однокомнатная квартира. Верхний этаж, вид с колокольня. Замечательно, простите. А какая площадь? Сто квадратных метров. Конечно, это очень удобно. Да, Пина, слушай. Вдали звучит колокол. Это так романтично. Я хочу послушать, послушать. Я хочу... Светлый, типичный полуподвал. Полуобставленный, большая полезная площадь рядом с метро. Какая красивая кухня. Она великолепна. Да, хорошо. Беру. Прошу. Давайте. Вот контракт. Да, где? Просто подпись. Где? Ого, вот ручка. Ого. Ого, нет. Ого. Но, простите, вы говорили, рядом с метро. А это станция. Станция метрополитена. Осторожно, двери открываются. Пропусти, чего встал. Ого. Ого. Знаете, я передумал. Пожалуй, мне это не подходит. Вы сказали, беру. Нет, отпустите руку, пустите. Нет, вы ее возьмете. Идем, Пина. Вот так. Вот так. Вот. Наконец, Фантоци нашел почти сносное жилье. Продолжение следует... Фуго, приготовим стол. Да, сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фуго. Фуго. А где продукты? Оставил на постели. Я еще не очень тут освоился. Вина, что значит на иностранном языке денджер? Опасно. Вы провожаете в последний путь вашего брата, отныне свободного от бремени земной жизни. Помните, что вы тоже смертны. Господи Иисусе, вечная память. Неумолимо продолжалась грустная череда смертей. Братья, смерть всегда рядом. Сегодня выпало ему, завтра может случиться с тобой. А теперь приготовьте ваше сердце. Сосредоточьтесь. Святой Стефан. Моли Бога за нас. Святой Лука. Моли Бога за нас. Святые Иоанн и Павел. Моли Бога за нас. Святая Анна. Моли Бога за нас. Пантоцы, сделайте что-нибудь. Мне не до смеха. Уже полдень. Опоздаю на шацу. На что опоздаете? На массаж. Шея. О, Боже. Боже мой. Извините. Скорей. Прошу вас, скорей. Синьора, зачем скорей? Уже поздно? Нет, нет, они живы, клянусь. Живы? Идем. Скорей. Кто здесь, Дон Фантачи? Я Фантоци и не Дон. Священник это я. Ваши снимки в полном порядке. Как пациент вы можете идти, но как священнику, вам лучше остаться. Кому? Что такое? Прошу. Да нет, я... Я вполне здоров. Нет, у меня ничего не было. Ничего такого. Вот это, синьор Фантачи. Фантачи? Это снимок ваших легких. Красота, да? Нравится? Вас привез родственник. Мне надо с ним переговорить. Ну, у меня здесь... Здесь моя жена. Но если что-то серьезное, ей лучше не говорить. Видите, это белое пятнышко. Это крошечное, так. Ничего, значит, я здоров. Это единственное здоровое место. Во имя Отца и Сына Святого Духа, перед смертью, синьор Пупацци, отпускаю тебе все грехи. Простите, вы что? Вы что, рехнулись? Матро! Инженер, доктор, это серьезно? Скажите прямо? Это серьезно? Неизлечимо. А сколько? Сколько мне... Сколько... Сколько мне осталось? Скажите. Знаете, я... Вы меня недооцениваете. Мужества мне не занимать. Не щадите меня. Что это? Один год? Месяц. Один день? Нет, неделя. Счастливец, ты знаешь дату своей смерти. За это время приготовь себе путь в рай. Надень в лосиницу, проси прощения, покайся. Я каюсь только в том, что не наслаждался жизнью. И за один день он совершил все то, что всегда себе запрещал. Съел 4 кило сырых мидий у Дженаро Вибриона. Оштрафовал и отогнал машину техпомощи, стоявшую в неположенном месте. Стой! Стой! Неожиданно пустил газы в лифте универсального магазина. Намалевал на стене вызывающую надпись. Да здравствует Вагина. И, наконец, желаний больше не осталось, а на душе тяжелый камень. Знаешь, Уго, так нельзя. Бросил меня в больницу. Слава Богу, мне сказали, что ты здоров. Здоров, как бык. Не надо крепких накидков, Уго, тебе от них плохо. Инна, теперь мне уже ничто не повредит. Ничто. Вот, выпей пиво, оно легкое. И кто пиво пьет, до 100 лет живет. Инна, знаешь, что? Что, Уго? Хатись к черту. Уго! Прости, Пина. У меня был ужасный день. Ужасный. Уго, витамины кончились, надо бы купить. Купи маленькую упаковку. Но, Уго, маленькая, это всего на неделю. Хватит, еще и останется. Уго, перестань, что это за похоронный вид? Я выброшусь. Боже! Что с тобой, Уго? Как больно. Я хотел подышать свежим воздухом. Пойду прилягу. Аккуратнее. Я несколько ошеломляю. Осторожно. Как? Вот так. Уго, Макикву, что ты делаешь? Тренируюсь. Ты нашел в себе силы не расстраивать меня. Ты замечательный человек, Уго. Я скрашу тебе последние дни. Не в совершеннолетнем, вход воспрещен. Вот ведь проклятие, чтоб ты лопнул. Кстати, кто должен умереть на сей раз? Уго, мой муж. Афанталци соболезную. Спасибо, но я тут при чем? Вы должны сделать доброе дело, синьорина. Скрасить ему эти последние семь дней жизни. Да, анекдоты ему травить. Тоже мне. Нет, вы поедете вместе в красивое место. На романтический отдых. А что мне делать с мертвым? Поезжай сама. Нет, это не одно и то же, синьорина Сильвани. Вы для Уго вечный идеал. Хотя не обижайтесь, я не понимаю, почему. Потому что у меня шик. Слушай, пятый вышел. Тогда поставлю на него. Синьорина, я готова заплатить вам за эту жертву. Знаете, у меня есть наличные. Отойди. Мои драгоценности, синьорина. Прочь. Могу оформить векселя. Уйди. Уступлю вам пятую часть пенсии вдовы. Я ставлю на пятого. Леди Диана, если хочешь играть, гони деньги. Деньги. И помни, за тобой должок. Осталось семь дней. Семь. А то подожжем дом и тебя отдубасим, ясно? Да. Осталось семь дней. Проклятие, вот дерьмо. А ведь верный выигрыш. Выигрыш. Слушай. Когда твой муж окочурится? Синьорина, через семь дней. Семь. Да. Сколько у тебя наличными? Ровно миллион. Гони. Значит, вы согласны? Сейчас выиграю и верну. А если проиграете? Какое там? Он фаворит. А если проиграете? Ублажу умирающего. Все на пятого. Вот здесь. А твой муж не заразный? Нет. Давай все, что есть, отнесу этим вампирам. Живо. Нет, простите, я вам доверяю. Но вы уже получили миллион. Теперь еще драгоценности, а остальное по завершении. Смотрите, что я еще принесла. А что это? Письменное обязательство, своего рода контракт. Но ему ничего не говорите. Я придумаю, как устроить вам случайную встречу. Заплачу. После соития? Продолжение следует... Уго, ты бы пошел прогулялся. День такой чудесный, Уго. Теперь мне все дни на одно лицо. Может, кого-то встретишь? Никого я видеть не хочу. Уго, знаешь что? Ты меня достал. Что ты, Пина? 40 лет тебя терплю. Прислуживаю. А ты просто невыносимый. Мочишься в раковину. Но, Пина, я... Надо сказать, ты этого не знаешь, а я... Я скоро... Опять глупость скажешь. И так всю жизнь. Все, уходи. Убирайся отсюда. Ты что? Уходи. Пина, знаешь, я... Ты дерьмо. И ты... Вон. Вон. Дерьмо поганое. Поганое? Пина, учти, если я выйду за эту дверь, за эту ставню, ты меня больше не увидишь. Вот и хорошо. Прочь. Пина. Пина, до сих пор ты относилась ко мне по-другому. Пантокси. Пантокси. Чтобы получить средства на это неожиданное любовное приключение, которое скрасило бы Фантоцци его последние дни, он выставил на подпольный аукцион свои органы с гарантией клантации через семь дней. Три миллиона. Три с половиной. Четыре миллиона. Четыре миллиона раз. Четыре миллиона два. Четыре миллиона три. Продано. Лот номер четыре. Печень, поджелудочная железа. Вот тому сеньору. Лот номер пять. Полный генитальный аппарат. Да он микроскопический. Что, это кукла? Обман, жульничество. Лот снимается. Просто здесь холодновато. АПЛОДИСМЕНТЫ Девушки отдыхают Девушки отдыхают В постель? Давайте я повешу Да, давайте, я сейчас, простите Позвольте мне Вот Вы что? Тоже мне Но ведь был уговор, что в начале отдыха Мы с вами, возможно, займемся, нет? Да, возможно Но не так Мы только что приехали Пообходительнее, немного терпения Куда спешить? Дело в том, что время у меня в обрез Возможно, вечером этим занимаются Вечером 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 Пойдите в бар Примите брома Что принять? И принесите мне аперитив А мне? Бром Простите, где бар? Там В бар Отвезите его в больницу, скорее Бедняжка Как же он так? Боже, как его угораздило Что с ним случилось? С трамплина прыгнул новичок Теперь целую неделю проведет в больнице Интересно Пока Видели? Я принес вам аперитив Спасибо Да Знаете, сеньорина Брома я не нашел Выпил 8 чашек отвара ромашки И теперь спокоен, как слон Молодец Знаете, фантоция Зачем здесь скучать? Может, лучше совершите прыжок? А где? Скажите Там Смотрите, это просто, да? И он похож на орла На ангела Ради такого мужчины Я не стала бы ждать до вечера Да Тогда я рискну 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 Нет, опять этот тип Лучше обойду А потом мы Пожалуйста, как пройти к трамплину? То да Ну К трамплину Боже Боже мой Во имя Отца И Сына И Святого Духа Боже Ладно Вперед А вы умеете? Что? Вы уже прыгали? В общем Это мой дебют Попробую Учтите Так можно разбиться насмерть Насмерть? Два дня Все равно мне не жить Тогда вперед Простите Простите Потанцуем? Но Но Синерина Я Ангел Или Орел Нет Вы дерьмо Поздно вечером Сильвания уже не знала Чем еще остудить пыл Фантоци И прибегла к знаменитому Ронфабьену Испанскому снотворному Которым бесчестный андалузский Тореро Усыпляют свирепых боевых быков Синерина Лифт бьет копытом Заждался Что это? Давайте отметим Это чудесное мгновение Да Итак Итак Чин-чин Что же вы Фантоци? Все Все отлично Тогда пей Синерина Вы перешли на твей? Нет Оговорилась Значит Залпом Давайте до дна Идемте Идемте Синерина Идемте Фантоци Как себя чувствуете, Фантоци? Как лев? Фантоци в самом деле? Фантастика Хоть бы раз зевнул Фантоци, может вы немного устали? Ты подумай, ведь весь пузырек ему вылило Фантоци, спать не хотите? Нет, ни в одном глазу Прошу вас Боже, как он активен Нет Фантоци, уймитесь Ради бога, Фантоци Спокойной ночи Знаете, Фантоци, я чувствую себя просто обиженной Столько разговоров Не отходили от меня ни на шаг, а вечером заснули, как сурок Как... как сурок? Да, как сурок Синерина, я не знаю, что это было Может, это от высоты Но сегодня я раскалю вас Как она Не будьте вульгарным, Фантоци Лучше ухаживайте за мной Завоевывайте Чаруйте Вот Сорвите мне Эдель-Рейс Да я вам... я для вас вот так 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 вот Вот так Прямо животное Нет, я просто хотел сказать, что здесь полно Эдель-Рейсов Эти ничего не стоят Это я и сама могу сорвать Я хочу... вон тот Где? Тот, над пропастью Над пропастью? Вы что, боитесь? Нет Знаете, что... Один раз живем И смерть тоже одна Всего-то осталось ждать О! А-а-а-а-а! Вот Я срываю этот Цветочек Цветочек, цветочек, цветик, семицветик, вот. Вниз, вверх, вперед. Вниз, вверх, вперед. Синьорина, я ненарошна. Подайте признаки жизни. Подождите, я им помогу. Вниз, вверх, вперед. Вниз, вверх, вперед. Вниз. Проклятие! Прочь! Раз вы так, синьорина, я удаляюсь. Синьорина, впустите меня. Я... Я при смерти. Синьорина! Секунду. Секунду. Фантоци, уймитесь, я же сказала, у меня месячные. Насколько я поняла, вы не выполнили наш договор. С моим мужем вы еще не довели до конца. Послушайте, мне самой уже полный конец. Вы думаете, это просто о положении типа того? Красавица и чудовище. Синьорина, между нами. Я с ним всю жизнь и могу вас заверить. Вы даже ничего не заметите. Это очень быстро. Он такой маленький. Вам это ничего не стоит. А ему очень важно. Синьорина, прошу вас. Знаете, синьора Пина, между нами, честно вам скажу, я пыталась, но не могу. Не могу. Ясно вам. Раз так? Раз вы такая бесчувственная и вульгарная, тогда вот что. Вы подписали обязательство. И если не выполните его, я отвечу тем же. Оставлю вас на съедение кредитором. Ясно? Кладу трубку. Кончились жетоны. До свидания. Идемте, фантоцы. Кто? Живо, вырвем этот зуб. Как зуб? Простите, какой зуб, синьорина? Вы же месячные. Фантоцы. Какое там. 20 лет уже без них. Идемте. Я сейчас спущусь вниз, закажу что-нибудь покрепче. Для бодрости. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, у меня небольшая проблема. То есть, очень даже серьезная проблема. То есть, я раз и ничего, потому что я давно не тренировался. Выбился из графика. Может, есть что-нибудь крепкое, чтобы прийти в норму? Сейчас сделаю, не сомневайтесь. Две ложки шпанской мушки. Одна черного порошка трюфелей из альбы. Из альбы. Черный перец. Черный перец. Белый перец. Белый перец. Острый красный перец. Острый красный. Пири-пири. Пири-пири. Черный порошок. Черный порох. Этого чуть-чуть. А это что? Нитроглицерин. Нитроглицерин. Надо же. И еще немного шпанской мушки. Еще. Ананас. И фрукты тоже? Нет, лимонка. А вот и запал. Давайте. Давайте. И сразу залпом. Залпом? Сразу. Сейчас. С залпом. Ничего не действует. Ладно. Сейчас. Сейчас. Поехали! Проклятие! Тридцать лет потеряла! Откуда я могла знать? С ума сойти! С ума сойти! С ума сойти! Пина, наконец-то я нашел настоящую женщину! Не то что ты, волосы мышиного цвета и запах изо рта! И как я мог загубить на тебя всю жизнь! Это не я дерьмо, а ты! Больше не твой Уго! Да, иду, иду! Очень срочное письмо отправить сегодня! Что? Подождите, у меня не... Секунду! Это все! Все, что мы должны! Здравствуйте! Сеньорина! Вот такой вечер! Пина и Уго! Угол? Навсегда! Что такое? Я беру на себя обязательство скрасить последние дни моего обожаемого Уга! Заплачу после... После Саити, отчасти драгоценностями, отчасти свои пенсии вдовы! С надеждой на лучшее Пина Фантуцци! Но... 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 Пина! Но... Письмо! 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 Надо его вернуть! Жеребец! А вот и твоя кобылка! Жеребец! Жеребец! Письмо! Отдайте мне письмо! Письмо! О! Прошу тебя! Не возвращайся к родине! Клянусь! Я не ради денег! Клянусь! Теперь это любовь! Уберите руки, нимфоманка! Не уходи к родине! Вы у меня просто каприз! Да! Оскорбляйте меня! Унижайте! Но дайте мне еще! Еще! Дайте мне еще! Нет! Не дам! Это частная собственность! Да! Бейте! Письмо! Пожалуйста! Письмо! 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 Есть! Что случилось? Крутануло на льду. Я вызову ремонтную машину. Спасибо. Пиво мачо. Так, в бочку. Лезу в бочку. Так, вот так. Простите, простите. Вот что. Письмо. Подождите. Подождите. Поезд. Письмо. Подождите. Письмо. Привет. Подождите. Остановите поезд. Остановите поезд. Там мое письмо. Отдайте письмо. Остановитесь. Остановитесь, пожалуйста. Дорогая Пина, наконец-то я нашел настоящую женщину. Не то что ты. Волосы мышиного цвета и запах изо рта. И как я мог загубить на тебя всю жизнь? Это не я дерьмо, а ты. Дальше не твой. Ого. Как я рада. Ого. Пина. Ты получила мое письмо. Да, только что. Прочитала? Нет, только распечатала. Дай сюда. Я сам тебя прочту. Сядь сюда. Садись. Вот так. Итак, в этом письме я пишу тебе. Дорогая моя Пина, наконец-то я понял, кто главная женщина в моей жизни, которую я так люблю. Это ты. Ты с серебристыми волосами и запахом роз изо рта. И будь у меня выбор, будь он у меня, я хотел бы провести с тобой всю оставшуюся жизнь, но у меня остался один день. Вскоре должен был прозвучать последний свисток верховного арбитра, но Фантоци подумал, что еще можно избежать худшего и завоевать спасение. Давай, брат. Давай, брат. Бегом, спринт. Бегу. Он заказал 2500 мес, надел в лосиницу, которая натирала ему и подмышки, и промежность, и записался на все самые тяжелые покаянные паломничества. Ты святая дева. Уго! 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 Разрешите. Уго! 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 Уго, вставай. Вставай живо. Ты не болен. Не болен. Звонили из больницы. Ты абсолютно здоров. Ты здоров. Перепутали рентгеновские снимки. Это не ты при смерти. Уго! Уго! А кто же при смерти? Священник, которого привезли с тобой. Ясно? Ты не умрешь, Уго. Ты не умрешь. Чушь. 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 Чума. Чертовщина. Я не умру. Не умру. Не умру. Я не умру. Я не умру. Фантоцци Уго. На похороны Фантоцци пришли все пережившие его коллеги. Они убивались вокруг вдовы, старались утешить ее. Всегда уходят самые худшие. Мы утратили наш ориентир, указующий вниз. Было так просто чувствовать себя лучше его. Для всех нас он был козлом отпущения. Он как будто все еще стоит у меня перед глазами. В расцвете лет. Какая утрата. В последний путь его провожала и верная спутница бесчисленных выходных. Его личная, персональная тучка. И моя тучка тоже там. Персональная тучка. Объявляю в последний раз. Блаженные души, поспешите на посадку. Простите. Простите, синь Ирина. Когда мы вылетаем? Мы уже в полете. Уже в полете. Уже в полете. Все хорошо? Райская авиалиния. Никому не двигаться. Мы угоним самолет. Господа, успокойтесь. Это просто угон. Простите. И вы угоняете его сейчас, когда я наконец-то впервые лечу в рай. Заткнись, а то склопочешь. Послушайте, мы здесь все чистые духи. Вы не можете сделать мне больно? Не с места, не с места. Он сделал мне больно. Очень больно. Простите, вы не знаете, куда нас угоняют. Синьор Святой Петр, прошу вас, где вы? Покойный. Да. Снимите обувь. Готово. Снял. Бутно Будда? Фантоци? Знаете, доктор, сеньор Будда, я... Зачем меня отклонили от курса сюда, к вам? Ваши миссионеры отклоняют от курса миллионы наших душ в земной жизни. А мы сводим счеты после смерти. Проститесь, сеньор, доктор Будда. В таком случае, учитывая, что я с трудом добился рая у другой администрации, нельзя ли мне попасть в ваш рай? Нет, у нас нет рая. Здесь надо воплощаться в новые жизни, до абсолютного очищения. Сеньор Будда, я уже прожил одну жизнь, и довольно неприятную. Нельзя ли этого избежать? Не беспокойтесь. У вас бесконечные возможности новых жизней. Ну, раз можно выбирать, тогда я хотел бы возродиться высоким, с зелеными глазами, очень худым, разумеется, миллионером, женатым на Клаудии Шифер, и чтобы играть на классической испанской гитаре, очень хочу освоить лыжи, коньки, стать мега-президентом, а главное, красиво грассировать. Выбора не дано. Вращайте колесо. Так вы, сеньор Майк! Нет, я хочу сказать, это колесо фортуны. Простите за эти типичные католические заклинания, но... Вращать колесо... Подождите, сейчас, сейчас. Я крутану, крутану, сейчас крутану. Давайте, сеньора, тушьтесь. Тушьтесь, тушьтесь. Вот так. Молодец, молодец. Еще. Тушьтесь, тушьтесь, сеньора. Вот так. Неужели? Все сначала? С самого начала? Как же мне повезло! Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу НТВ. Режиссер Тамара Совчи. Звукорежиссер Александр Зубов. Перевод Вячеслава Товпенца. Режиссер Товпенца. Теперь вы можете запомнить и погас 200 Flashator. Режиссер Товпенца. Центр off. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Идеальный объект Мы проработали здесь 40 лет Знаем все, как свои пять пальцев И так приятно ограбить того, кто 40 лет сосал из нас кровь Согласны? Я, пожалуй, пас Почему? Меня как-то мутит Ну нет, к тому же, сегодня зарплата Куча денег Идемте на вход, вперед На вход Мы вдвоем Стоянка запрещена, нас штрафуют, шкуру сдерут Не будьте жмотом Мы же разбогатеем, а вас волнует штраф? Вперед! Нет, нет, нет Бухгалтер, вы за рулем, не закрывайте дверцу Так проще скрыться, вперед Значит, оставить открытые Смотрите, бухгалтер, смотрите А вот и машина с обедом Да, но они мне... Ладно, вообще-то Ее тоже ограбим Нет, это прикрытие, сейчас объясню Мы потихоньку Доставка обедов Бухгалтер Фонтоци, нашли время кувыркаться Мы идем на ограбление Я немного волнуюсь А на вас это не действует? Снова здесь Подумать только Мы ведь провели здесь всю жизнь Смотрите Что? Бюро находок Бросьте, Фонтоци Идемте, шевелитесь Мое бюро Каждое утро Вы приходили ко мне на кофе Бюро бедствия, идемте Поразительно Да бросьте вы, Фонтоци Что за дешевый романтизм? Мы идем на ограбление Вперед Вперед Послушайте Да Хоть одним глазком взглянуть Опять Жальтесь Ладно Так Вот они Видите Все как раньше Банк Вперед Вперед Смотреть в оба В оба? К стене Прижмитесь к стене Фонтоци В чем дело? Я прижался Живо Мы идем на дело Вперед Вперед Теперь не маскируемся За оружие И ворвемся вместе Ворвемся? Нет По одному Видите Что там написано По одному Так что Проехали Вперед То значит проехали Переходим на план Б Хорошо Делаем Б Делаю Б Делайте Б Готово Что? Делаю Б Что такое? Буква Б Да нет Не надо ее изображать Не надо План Б Это вы вперед А я жду здесь Оружие заряжено? Пушка за поясом Пушка за поясом Вперед Врывайтесь Врываюсь Врывайтесь Врываюсь Как дикий зверь Врываюсь Врываюсь Кнопка Кнопка Врываюсь Врывайтесь Врываюсь Добрый день Кто это? Добрый день У вас металлические предметы У кого? У меня ничего нет У вас металлические предметы Да нет Клянусь Не хитрите У вас металлические предметы Ну всего-то один Хватит Да, у меня ничего нет Смотрите На помощь На помощь На помощь Помогите мне Чтобы не бросаться в глаза Прицеплю нос Нос Руки вверх Руки вверх Это ограбление Всем лечь А то он вышибет вам мозги Все, кто не ляжет Останутся без мозгов Фантоци Нет Вы вышибаете мозги Успокойтесь Спокойно Я не хочу кровопролития Вы ложитесь А вы соберите все деньги И выложите их Иначе он вышибет Вам мозги Нет, погодите Простите Ведь это должен был сказать я Ах вы? Да Так не тяните резину Или ложитесь и спите Или продолжайте грабить Так, грабить Продолжать? Продолжайте грабить Живо, Фантоци Как? Как продолжать? Вы не захватили чемодан? Пакеты для денег У вас есть пакет? Директор У нас нет пакета Пакета нет? Ничего, я найду Вот второй Возьмите Два А теперь, господа Нас закроют в подвале Так что всем в подвал Вперед за мной Живо в подвал Скорее Живо, живо Все спускаемся в подвал Фантоци, Фантоци В подвал Нет, нет, не вы Вас это не касается Фантоци, где вы? В подвале Закрывайте, закрывайте Откройте Откройте Рука Рука Что? Руку прищемило Ничего Ничего Та же рука Та же рука Идемте Идемте Простите, офицер У меня к вам вопрос Конечно Мне нужна кольцевая дорога К Салария Хайвей на Флоренцию Бухгалтер, скорей Да я здесь Трогайте живо Жмите на газ На газ Жму Бухгалтер, где вы? Здесь Садимся в эту Да, ну нет Поведу я Да Я вам, конечно, доверяю Но вы почти слепой Как слепой? Давайте быстрее Сняли руль Руля нет Нам повезло Бухгалтер Тут еще один Поведу я Нет Эй, Джо Помедленнее Не гони Повнимательнее Прошу вас Не отвлекайте меня В такой туман Это опасно Но Ну Простите Какой туман Осторожно О, я порезался Прямо на нас Да, на нас Грузовик Какой грузовик? Черт, фантоцы Вы что, хотите аварии? Нет Отпустите Руль Какой ты, сеньор? Тормозите Не говорите глупостей За нами гонятся Тормозите Хотите, чтобы нас взяли? Грузовик, тормозите Вы видели? Что? Как что? Потом объясню Гоните Скорей Вот видите Все как по маслу Да Но парковка не очень Не думайте вы О пустом Пора Выбросить оружие Бухгалтер Мы разбогатели Через 10 минут Будем дома Разделим добычу Едем Поехали Добычу Черт Камни Под ногами Добычу Прошу Феллини Фантоци Надже Дорогие подчиненные Садитесь Простите Это был галактический Мегапрезидент Собственной персоны Герцог граф Мария Рита Виторио Барамбани Мегадиректор Добрый день Дорогие подчиненные Добрый день Как вы посмели Ограбить фирму Которая Столько лет Любовно Выжимала Из вас Все соки Именно поэтому Мы хотели Отчасти Взять свое Но как вы Нас обнаружили У нас были Даже приставные носы И вы думали Что такая операция Возможно без нашей помощи И нашего согласия Нет Ни в коем случае Он нам помог Простите Светлейший А зачем вы это Сделали Чтобы вы испытали Незабываемые чувства Но довольно Добычу на стол Добычу Я понял Вы вернете эти деньги В банк фирмы Ни в коем случае Виновные Останутся в тени А фирма Получит страховку Но Светлейший А Добыча Она пойдет На мои личные Прихоти Полностью Простите Хоть раз в жизни Можно уступить Нам 50% Все таки мы Принимали участие Нет Я иду на это Ради вас Дорожайшие подчиненные Деньги Это удел богатых Вам просто не дано Их сохранить Найдется какой-нибудь Жулик Таких хватает Потратите их На какую-нибудь Девицу А эти Простите Если вам Нет Нет Это я так Сболтнул Ваша жизнь Была бы загублена Скажите мне спасибо Я оказал Большую услугу Филиппо Подчиненные выходят Кто это такое? Ундина Внучка Я прикрою тебя Прохладно Нет Нормально А почему она должна быть Здесь У нас В кровати Ну не там же Слышишь? Ну пина Они совокупляются Как совокупляются? Совокупляются Уго Занимаются Любовью 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 Это называется Заниматься Любовью? Мы спасли им брак Бонго Вышел Из кризиса Но Знаешь Боюсь что соседи Не поймут Соседи Такие дикие звуки Просто Рев слона Страшно просто Упали Боже Ого Я так и знала Там так мало места Давай Давай уступим им нашу спальню Кому? Молодым Как это? Ну зачем нам теперь Эта огромная Кровать? Пина Не дразни Меня Пина Не доставай Не будь здесь Этой бабу Моей внучки Прости Да Я бы расколол тебя Как орех Ловлю тебя на слово Уго В спальню не уступим Но поклянись Что хотя бы Два раза в неделю Будешь исполнять Свой супружеский долг Два Два Согласен Ладно Спальню им отдадим Дедушка 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 Кто? Кто это? Проводи меня пописать Одна я боюсь Я тоже боюсь Ну ладно Ладно Идем Дай мне лапку То есть руку Идем 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 Без поводка Все-таки ночь Идем Ночью не обязательно Можно не лаять Вот так Там удобно Дедушка Бабушка Бабушка Иду Иду Что случилось? Что внученька? Дедушка закрыл дверь Он плохой Он плохой Видеть его не хочу Не плачь Моя радость Не плачь Дедушка закрыл дверь Дедушка плохой Дедушка плохой Ты знаешь, что это значит, папа? Подсознательно Ты не хочешь, чтобы мы были здесь Так и скажи И мы сразу уйдем Даже в шутку так не говорим, моя Анжела Папа очень рад, что вы с нами Ужасно рад Просто страшно рад Уго, стой! Что такое? Чудесный сюрприз Они уехали? Нет, нет Просто новость Закрой глаза Не смотри Проходи Закрой дверь Закрываю На счет три Можно открыть глаза Да Итак Раз, два, три Что это? Просто вешалка, Уго Ах, вешалка Повешу пиджачок Вот так Уго, ты только посмотри Смотрю Пина, что тут происходит? Ничего, Уго Просто необычное оформление Один дизайнер Знаешь, кузен Бонго Для нас тоже много приятного здесь Вот Вот спальный уголок Поверь, Уго, очень-очень удобно Если угодно Примитивизм Наивное искусство Оно отражает корни Бонго Черт возьми А где наши корни? Где моя мебель? К счастью, ее забрал старьевщик И мое кресло тоже Боже А мой диплом бухгалтера Даже Даже Шпальный гарнитур Мне объяснили Что это было Ужасно, Уго Когда вы носили Я присмотрелась Старье Дешевка Ведь мы купили его В 54-м Помнишь? В 54-м В 54-м Некрасивый И только потому Что в рассрочку А моя кровать Где она сейчас? Прости, Уго Да нет Не в этом дело Мы с тобой прожили жизнь На этой Нет Ничего, Пина Не надо Не надо А знаешь Если присмотреться Тут видна лапа То есть Рука Отменного дизайнера Такой, знаешь Лиди, обычный Стиль Вот, например Кто это? Что это? Кто? А Постель, да Зато легкая Проветривается Удобно Сейчас я в нее Плюхнусь Боже Легкая Ты ушибся? Подожди Жду Вставай Давай Мама, я ухожу Папа Нравится? Черезвычайно Очень Кстати, пенсию получил? Да Утром Пока вы тут Хорошо Мама уже знает Надо заплатить старьевщику Как? Это мы должны платить ему? Конечно Думаешь, он вывез этот хлам бесплатно? Хлам? Пришлось уговаривать И надо заплатить продавцу фруктов Вечером у нас банан Прием Банан Прием? Праздник Да Торжественная Продюсеры Марио и Виторио Чекки Гори Пауло Виладжо В фильме Фантоци в раю В ролях Милена Вукотич Джи Джи Редер Плинио Фернандо и другие Мы собрались здесь, чтобы почтить память ушедшего друга Примерного служащего Исполнительного Скромного Верного Смиренного Покорного Автора сценария Пьера де Бернарди Алиссандро Бенчевени Доминика Саверни Нерри Паренти Пауло Виладжо Оператор Алиссандро де Эва Он был бесцветный Угодливый Склонный к рабскому подчинению И самопожертвованию Одним словом Истинная посредственность Композитор Бруно Цамбрини Но в то же время Лучший из всех нас Он тянул лямку В качестве предпоследней спицы В колесе В бюро лести Я помню тот день, когда мы вместе Ушли на пенсию Поспешите, уже поздно Не видите, молодые ждут Давайте, скорей Закругляйтесь, закругляйтесь Да Одним словом Мы Никогда тебя не забудем Дорогой 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 Режиссер Нерри Паренти Как же его звали? Откуда мне знать? Дорогой Кто-нибудь Посмотрите имя На крышке гроба Да, сейчас Живо, живо Итак, его звали Его звали Фанелли Мы никогда тебя не забудем Фанелли Этого тоже хороним Нет, сеньоров священник Я еще не готов А раз не готовы Вставайте, помогите Скорее Давайте Поднимем Скорее Живей Живей Так Поднимаем Аккуратно Нет Ручки не трогать Они для красоты На плечи На плечи Поднимайте Живо Живо Поздравляю Сеньорина Соболезную Поздравляю Соболезную Поздравляю Соболезную Поздравляю Соболезную Поздравляю от всей души. От всей души соболезную. Ещё один из нас ушёл из жизни. А сколько лет был этому Фанелли? Приблизительно нашего возраста. Мы все сверстники. Сверстники это вы. С вашего позволения между вами и мной целое поколение. Надо признать, саня Ирина Сильвани, юная пенсионерка. Но кто знает, какой уровень холестерина был у этого сверстника. И может, высокое давление. Никто не знает. Фантоци, пойдите и спросите у вдовы. Идите. Простите, но почему не я? Вы самое заинтересованное лицо. Рискуете больше всех. Идите, идите. Это касается всех нас. Больше всех? Секунду. Идите. Простите. Синьора, я убит горем. Но, чтобы лучше его помнить, какое у него было давление? За 200. За 200. За 200. За 200. У меня 160. Синьора, простите. А холестерин? За 600. За 600. Тогда понятно. Понятно. Простите. Соболезная. От всей души. Соболезная. Соболезная. Ладно, ребята, увидимся. Простите, а где вас можно увидеть? На очередных похоронах. Кто знает, кому выпадет. Только не мне. Вот, послушайте. 30-35 километров на велосипеде, бодрящий гидромассаж, а на обед вкусный сок из сельдерея и моркови. Только не мне. Только не мне. Но, смотрите, у вас упало. Вперед! Ах, тихо! О, боже! Но, разве в гробу не вы? Ну что вы, почему? Ведь я даже написал, вот, несколько слов именно для вас. Ладно, я прочту дома. Хотите, я сохраню, но потом. Нет, нет, благодарю вас. Как хотите. Больше никого нет. Идем. Больше никого нет. Больше никого нет. О, боже. Ой-я. О! О! Никакого почтения, даже к смерти Им на всё наплевать Встают в полдень, потом сосут аперитив Обедают у мамочки, потом на боковую И кувыркаются с этими девицами Груди торчат, с ума можно сойти А потом везут их в бар, как охотничий трофей А мы несчастные, осуждены на пустую серую жизнь Ни грудей, ни трофеев Они не работают, а откуда деньги на Порше и роскошь? Вы что смеётесь? Наркотики, котики, грабления, ограбления Да я бы для них репрессии снова бы вёл смертную казнь Пуга, Пина, 40 лет в браке Угина, помаши папе ручкой, скорей Очень жаль, Бонго, что тебя не будет У нас такой весёлый праздник Но я понимаю, гориллы работают вне графика Не гориллы, а телохранители Прости, Марианджело, ты абсолютно права Пока Пока Пока-пока А вот и папа Привет, папа Погасим свет Вот увидишь, папе понравится этот милый сюрприз Идём В чём дело? Подключили свет? Чёрт побери Сегодня среда, матч на кубок Где он? Где пульт? Где он, этот пульт? Вот он Раз, два, три Сюрприз! Прочь, что это? Всё прочь Среда, кубок, полная тишина на 90 минут Чтобы и муха не пролетела Женщины на кухню Спагетти, чеснок, оливковое масло, красный перец, ледяное пиво И полная отрыжка Живо! Но у нас запеканка тортеллини Пусть тебе запекается Но у нас годовщина свадьбы Именно сегодня, в среду, когда кубок Благословенная среда, единственная отрада моей жизни Всё-таки 40 лет Ну, как? 40? 40 лет? Бабушка, на 40 лет это золотая свадьба Дерьмовая свадьба Марианджело, возвращайся домой Не хочу я отмечать эту годовщину Но, Пина, Пина Пина, ты стала такая обидчивая Я просто, просто пошутил Давай, давай отметим Отметим обязательно А футбол? Футбол класс, такая игра Нет, я хочу сказать, бог с ним Спасибо, Ого Отключу звук Ого, задуем свечи Сейчас Гол, сетку Красно-чёрно покраснеть и почернеть Красно-чёрно покраснеть и почернеть Ну вот Папа, Уга посвящает вам прекрасное стихотворение Давай, иди Красно-чёрным покраснеть и почернеть Можно прочесть, дедушка? Да, давай, красно-чёрный, Милан Бабушка и дедушка с любовью отмечаем Великое событие мы в вас души не чаем В квартире вашей его отмечаем Для вас она большая, а мы не замечаем А вы примите нас, мы позаботимся о вас Побыстрее только, а то не будет толка И заживём одной, одной весёлой семьёй Это же не Конго Уго, мама, вы и Бонго Ну вот Ну уже Ты слышал, Уго? Да, да, слышал, я не глухой И тебя устраивает? Да, вполне, вполне, вполне Мы уже отметили, уходите, всё Значит, ты согласен? Они переедут к нам На всё согласен, уходите Спасибо, дедушка Шведов мы в гробу видали Вот так, вот так Фантоци остался один и стал болеть, как самый ярый болельщик Удар, гол! На третий гол он изобразил волну Вот так А потом пошло местное хулиганство Страфной удар Наконец он взглянул на послание Уго Мама Вы и Бонго Бонго Кто это собирается здесь жить? Наша дочь своей семьёй их водворяют, они же говорили Но Они будут жить здесь? А где же ещё Уго, под мостом? Что ты? Да, пусть, хоть под мостом И потом ты не знаешь, надо просто спасать их брак То есть Что это значит? У Бонго столько забот, что Мари Анжела забыла про половую жизнь Как? Но Мари Анжела Так у неё Половая жизнь есть? Конечно, раз родилась Угина Ты всё ещё видишь в ней девочку, Уго А она полноценная женщина Знаешь, она даже мне призналась Уже полгода Бонго к ней не притрагивается Чушь Чепуха Да, эти животные... Нет, я хочу сказать, он... Он... Воспламеняется каждые полгода Нет, я знаю, я видел передачу сеньора Анжели Горилла в тумане Уго, ты уже сказал ей да Это вы вынудили сказать да Потому что в среду игры на кубок В среду я теряю голову Среда на кубок Среда кубок на среду На среду в кубок среда А теперь успокойся и подумай Послушай, мы уже не молодые Не дай бог, что-нибудь с нами случится Нам нужна помощь, уход Лучшего подарка и придумать нельзя Переехать к нам? Конечно И они нам совсем не помешают Поместим их в гостиной и слышать ничего не будем Поверь Пина, землетрясение, был толчок Тихо, девочку разбудишь Что?